Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Доказались добросовестными исполнителями правительственного постановления, которое уже полтора года, как обязывает на многих объектах, использовать маски и соблюдать дистанцию. Ситуация с коронавирусом ухудшается каждый день. В Кировской области за сутки в госпиталя привозят по 500-600 человек с тяжелым течением. Заболеваемость по стране тоже рекордная. Экономика. На 101. Кировчинам предложили оценить борьбу с коррупцией. В налоговой до 15 ноября центральный аппарат ФНС проводит онлайн-опрос. Налогоплательщикам предлагается высказаться о работе, которую проводит подразделение по противодействию коррупции в 2021 году. Предлагается три варианта ответа. Высокий уровень, средний уровень и низкий. Ссылка на опрос находится на сайте налоговой. В разделе «Сервисы и госуслуги» дали анкетирование. Узнать, проголосовав, какие ответы выбирали другие участники анкетирования, пока нельзя. Экономика. На 101. Дали информации от наших партнеров. У банков стало больше поводов заблокировать ваш счет. С 1 октября их прибавилось несколько десятков. Как пояснила руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук, власти страны ужесточают контроль за снятием наличных денег как организациями, так и ИП. Банки будут блокировать расчетный счет компании при условии, что при снятии наличных денег с корпоративной карты одновременно выполняется два или более условия. Например, компания зарегистрирована менее двух лет назад. Сумма снятия наличных 30% или больше от суммы оборота по счету за неделю. Деятельность, по которой поступили деньги, не облагается налогом или налоговая нагрузка минимальная. Контрагент в один и тот же день пересылает деньги нескольким контрагентам. Деньги снимаются двумя частями – в конце операционного дня и на следующий день с утра. В компании несколько корпоративных карт, с которых снимается наличка. Если отказов в проведении операции со стороны банка за год будет два и больше, банк получает право вообще закрыть клиенту счет. Чтобы ваше предприятие не столкнулось с такими рисками и с претензиями со стороны государства, обращайтесь в компанию «Бухгалтер Я». 12 лет на профессиональном рынке. Телефон 213-112. Завершение о валютах. Доллар на сегодня 71,78 рубля. Официальный евро – 83,33. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.